здравствуйте друзья с вами светлана герман и наш канал украшения и сказки сегодня необычное видео я приступаю к переделке вот это очень старый броши я уже настолько имею в голове как бы я переделала что начала уже отсоединять от нее вот эти кристаллики но сейчас их сложила чтобы вы видели ее первоначальный вид брошь принадлежала маме германа я ее нашла буквально вот вещах старых старых и брошь я не знаю думаю что это 50 если не сороковые годы но максимум может быть начала 60 десятых я ее буду переделывать совершенно глобально вот я уже отсоединила от нее большие кристаллики их надо отмыть как следует да даже если они не относятся потому что видите они в каком виде если бы вам будет видно видите может быть они уже и пострадала по само оба покрытие может быть но в любом случае я именно их буду использовать их максимально попробую привести в чувство вот я вот эти кристаллики тоже отсоединю маленькие не буду отсоединять буду отмывать вместе с брошкой тут совершенно повреждено покрытие я из замочек сломан я его абсолютно уберу и буду делать уже такую брошь на фетре видите как пострадал пострадала вообще покрытие очень сильно но посмотрим что из этого получится когда я вот все это я буду очищать потому что это уже не просто пошерканность но это уже и время которое сказалось на данном изделии она совершенно простое это было достаточно популярная брошь и но зато здесь все кристаллики на месте все все кристаллики на месте если металла я буду восстановить если он будет совершенно ободран и если это не грязь но я думаю что это вот ободранность конечно металла слезла совсем покрытие сошло с этой броши я буду красить его золотисто бронзовый цвет или золотистый цвет вот нитро краской затем я покрою сверху ее лаком краску и посмотрим что из-за этого получится а потом уже буду обшивать и и пришивать на фетр и обшивать делать более такую глобальную брошь и надеюсь получится красиво вот друзья отмыла я как возможно это было кристаллики кристаллики на сказать в хорошем оказались состоянии более или менее в хорошем то есть видите они конечно поширканы но блестят переливаются и некоторые из них прям вообще в отличном состоянии учитывая их возраст ну и маленькие также мне неудобно их просто взять в очень плохом состоянии сам вот я не доставала маленькие кристаллы оказалось что не хватает здесь видите одного кристаллика но когда я буду красить конечно такого маленького я не найду у меня нет такого маленького хотя поищу вот и не отмываются и так как вообще в очень плохом состоянии металл здесь вот не кристаллики а имитация такая кристалликов просто я это все покрашу я это все покрашу красить буду вот такой краской вот такой краской и сверху обязательно лак будет сверху будет обязательно лак красить буду кисточкой я набрызгаю этой краски в емкость у меня специальная пластиковая емкость куда ее набрызгиваю кисточкой затем крашу вот попробую сейчас это сделать потом вам покажу и мне придется вот этот последний кристаллик место для кристаллика вот эта дырочка видите если я сейчас не найду такого малюсенького кристаллика вот даже наверно не найду то мне придется это просто все закрасить но это не будет видно потом потому что брошь будет выглядеть совершенно иначе вот друзья я восстановила брошку максимально возможно конечно при присоединении кристаллов в цапы я увидела при ближайшем рассмотрении что кристаллы находится не самом лучшем состоянии но тем не менее эта брошка имеет определенную морально духовную ценность семейную ценность и так далее я его так при клею и пришлю на фетр и буду использовать вот эти материалы которые вы видите вокруг предполагаю что вот эти края то в цапах они в разных вот эти вот розовые такого пудрового цвета в золотых цапах вот эти крупные и вот эти все остальные серебристых но я не думаю что это будет большая проблема вот эти большие кристаллики я хочу попробовать вот сюда пристроить также вот эти два коннектора цветочки один я хочу вот так сделать потому что видите у нас большие отверстия в цветке есть в этом затем вот этот цветочек и его уже изогнула и хочу его пристроить вот таким образом ну вот этот конечно я отсоединю вот эту петельку затем вот эти два собой покрытием новые кристаллики я хочу вот сюда присоединить вот эти два розовых вот сюда и последние два с об и покрытием вот здесь вот как-нибудь так упал цветочек вот как-то так ну такое буйство цветение когда хочу передать и почему я так много кристалликов здесь хочу использовать ну хотя бы для того чтобы снивелировать старость самой броши несмотря на то что я покрыла бронзовой краской несмотря на то что кристаллы отмылись и они сияют тем не менее брошь находится в достаточно плачевном состоянии но естественно я все это обошью красиво и может быть применю еще каких-то кристалликов хотя думаю что этого уже достаточно просто буду какой-то приглушенный интересный бисер применять для обшивки может быть маленькие кристаллики и так посмотрим что получится но вот думала я думала друзья что мне делать вот этот вот цветочек решила я не использовать и решила использовать вот 4 кристалла а вместо цветочка я сплела по мастер-классу жанны панцировой вот такой листочек и буду использовать его сюда так так сюда его буду использовать вот сюда два кристаллика как-то я складывала мне понравилось и вот сюда два кристаллика при этом я использую вот и по нему получить будет получаться вот такая вот у нас брошь вот эти я хотела тоже кристаллики сюда куда-то использовать но мне показалось уже это перегруз композиции вот сияют ну в общем пока так ну и дальше уже буду оформлять бисером вот друзья промежуточный вариант что получается при электрическом освещении не знаю как видно вам или нет но вот получается вот пока такая наклеила уже кожу но надо только обработать край и так конечный вариант я вам обязательно покажу у меня в плане еще сделать серьги для этой броши и вот какой результат получился вот такая брошечка которая преобразила нашу антиквар ну можно сказать брошь вот в такую вот новую вещь вот и обратная сторона и теперь я буду работать над сережками к ней в сережку будут принимать участие по три кристалла вот такой большой вот такой собой покрытием и вот такой же под пудрового цвета продолговатый кристаллик и по одному вот такому же листику посмотрим что же у нас получится в итоге вот как получаются серьги вот брошек нашего брошь вот серьги я пришила уже листочки кристаллики я пока наклеила вот так выглядит но и в конечном результате что получится покажу и вот результат который у нас получился брошь вы уже видели друзья я вам показывала вот такая брошь напоминаю что в центре расположен очень старый уже тоже антикварные а вовсе не винтажный цветочек который я попыталась восстановить и вот такие серьги к этой броши я использовал здесь чешский бисер кристаллики и кристальные бусины а также я сплела листочки здесь у меня листочек был на 20 бусинок а здесь на 14 бусинок в центре вот и вот такая обратная сторона ах вижу видите по моему немного здесь есть у меня нитка зацепилась но и сейчас это исправлю вот и вот такой получился результат вот а 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 и и а а